Здравствуйте, ребята! Сегодня продолжаем изучение промышленности Кыргызстана, особенностей состава, размещения и значения для социально-экономического развития нашей республики. В развитии промышленного комплекса важную роль играет эффективная работа каждой отрасли промышленности и всех взаимосвязанных комплексов. Рассмотрим особенности химической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, строительной, легкой и пищевой промышленности Кыргызской республики. Химическая промышленность играет большую роль в развитии экономики государства. Она является одним из основных факторов технического прогресса и способствует развитию во всех сферах хозяйства. Продукция, полученная химическим путем, отличается прочностью и дешевизной. Химическая промышленность имеет сложный отраслевой состав и включает различные подотрасли. Факторами размещения являются сырьевой фактор, транспортный и потребительский. Химическая промышленность в Кыргызстане еще недостаточно развита. В общем промышленном производстве составляет всего 0,5% воловой продукции. Необходимое сырье и продукция для производства импортируются из ближнего зарубежья. В то же время в республике имеются большие запасы минерального и органического сырья, электроэнергии, достаточное количество трудовых ресурсов для развития химического производства. Имеются и потребители химической продукции. В настоящее время в Кыргызстане производство химических и пластмассовых изделий осуществляют небольшие заводы и малые предприятия. Основной отраслью деятельности Бишкекского химического завода является химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Продукция завода – лакокрасочные изделия и строительные материалы. Малые предприятия химического производства обеспечивают республику изделиями из пластика, резинотехническими изделиями, моющими средствами, парфюмерной продукцией. Акционерное общество стекольного завода занимается выпуском стеклянной посуды. Развивается фармацевтическая отрасль. Налажен выпуск биорганических препаратов для растенияеводства и животноводства. При изготовлении лекарственных препаратов используется и местное сырье – лекарственные травы Кыргызстана. Кыргызстан не богат нефтью. Запасы черного золота на территории республики имеются, но их недостаточно для того, чтобы покрыть даже треть потребности населения. Но незначительный запас ресурса не мешает созданию нефтеперерабатывающих заводов. Один из таких расположен в городе Карабалта. Он производит производные нефти из ресурсов, которые ввозятся в республику. Мощность завода ежегодно возрастает. Самой приоритетной отраслью химической промышленности и в условиях Кыргызстана считают производство минеральных удобрений. Они по объему и значению занимают первое место среди химических продуктов потребления. Привозные удобрения из Казахстана, России и Узбекистана увеличивают себестоимость за счет транспортировки. Поэтому специалисты Кыргызстана для производства азотных и гуминовых удобрений предлагают создать химическое предприятие на Каракичинском месторождении угля. В результате природного окисления на некоторых участках уголь непригоден для топлива, так как в его состав до 80% входит гуминовых кислот. Также можно использовать еще три угольных месторождения. Гуминовые удобрения не уступают комплексным минеральным удобрениям. Необходимую для получения фосфорных удобрений серную кислоту можно производить из Ачикташского серного колчедана в Таласской долине. Это месторождение расположено вблизи с месторождением фосфоритов Казахстана. При совместной разработке двух месторождений себестоимость фосфорных удобрений будет низкой. Из железомарганцевых рот Житимского месторождения после измельчения можно получить калийные удобрения и использовать как натуральные удобрения в сельском хозяйстве. В республике открыты более 30 соляных месторождений, на базе которых можно производить продукцию отраслей основной химии. Четыре из них наиболее крупные и практически значимые. Ряд химических производств можно создать на основе переработки органических отходов сельского хозяйства. При химической обработке естественной растительности можно получить витаминизированные корма, бумагу. Рациональность данного процесса очевидна. Очевидно и то, что Кыргызстан богат химическими ресурсами, где органическое и неорганическое сырье создает условия для развития основной химии – химии органического синтеза. Развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности обусловлены не наличием местного сырья, а потребностями хозяйства и населения республики. Предприятия этой отрасли работают на привозном сырье. Наиболее слабо развита лесная промышленность в Кыргызстане. Экологическое состояние лесных ресурсов вызывает серьезные опасения. Деревья не успевают возобновляться естественным способом под натиском хозяйственной деятельности человека. Подавляющая часть древесины поступает из России. Хорошо развита деревообрабатывающая промышленность. Древесина в основном обрабатывается механическим путем. Продукция используется для изготовления мебели и в строительстве. Первое небольшое предприятие, которое обрабатывало древесину и изготавливало мебель, появилось в 1926 году. В 1933 году стало крупным деревообрабатывающим предприятием, на котором изготавливали мебель, бочки и колеса. В 1950 году произошло слияние деревообрабатывающего завода, мебельной фабрики и завода по изготовлению деревянной посуды. Таким образом был создан мебельный комбинат. Комбинат «Кыргызмебель» выпускает много новейшей высококачественной продукции. Работа комбината направлена на удовлетворение потребностей населения. Однако один даже крупный комплекс не может обеспечить продукцией всех потребителей республики. Поэтому перспективная отрасль развивается во всех регионах. Для поддержания развития производства мебели в техническом отношении, отвечающей современным стандартам, необходимо увеличить производственные мощности предприятий, обеспечить оборудованием, внедрять новые технологии и механизации. В республике не производится целлюлоза и бумага путем переработки древесины. Первая картонная фабрика была введена в эксплуатацию в 1960 году. В качестве сырья используется макулатура. Предприятие до сих пор функционирует, но требуется реконструкция помещений и оборудования. На сегодня в Кыргызстане, согласно официальной информации, насчитывается 17 предприятий по производству бумаги и картона. Есть также индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством бумаги, картона на основе патента. В развитии народного хозяйства перспективным является строительно-промышленный комплекс. Он оказывает влияние на размещение и развитие производительных сил республики. Комплекс охватывает отрасли по добыче и первичной обработке сырья, производящие отрасли, выпускающие необходимые материалы и детали для строительства. Этот вид промышленности развивается медленно. К 1910 году на территории Кыргызии было лишь 6 кирпичных заводов, один известковый завод, основанный на ручном труде. Высокие темпы развития наблюдались в 60-е годы. Были введены в строй крупные заводы, что увеличило производство необходимого сборного железобетона, гипсовых строительных материалов. При производстве использовалось местное сырье и привозное. В условиях рыночной экономики приобретение в соседних странах сырья не позволяло производить относительно дешевые строительные материалы. Были нарушены внешние экономические связи, и часть предприятий приостановили работу. Предприятия строительных материалов размещены неравномерно по территории республики. Если одни тяготеют к месторождениям сырья, то другие размещены в зависимости от потребителя. Так Каннский цементный завод учел потребительский фактор размещения. В современных условиях возросла потребность в развитии промышленности стройматериалов в Кыргызской республике. Комплексная отрасль напрямую зависит от состояния строительного комплекса, активизация которого возможна за счет строительства социального жилья, реализации масштабных инфраструктурных проектов. В целях увеличения объемов выпуска строительных материалов внутреннего производства предполагается расширение производства строительных материалов из отечественного сырья. Для ввода новых мощностей необходимо привлечение инвестиций. Имеются бизнес-проекты по модернизации развитию действующих в республике предприятий отрасли, а также создание новых производств по выпуску строительных материалов. Составной частью комплекса является производство стекла. Архитектуру городов, производственных предприятий трудно представить без стекла, органично сливающегося железобетонными конструкциями. Заводы, производящие стекло, в основном размещены в Чуйской долине и в городах Бишкек и Токмок. Одним из производителей листового стекла, качество которого отвечает мировым стандартам, является стекольный завод «Интерглаз». В планах предприятия – выход на рынок сбыта продукции стран азиатского континента. По словам руководителей предприятия, они готовы выпускать бронированные и ламинированные стекла. Также работает на полную мощность зеркальный цех завода. Наличие в республике богатейшей сырьевой базы для производства строительных материалов способствует дальнейшему расширению объемов производства кирпича, обличсовочных материалов, изделий из природного камня и других строительных материалов. Это обеспечит реализацию национальной программы жилищного строительства в республике, а также увеличение экспорта востребованных материалов. Легкая промышленность Кыргызстана объединяла отрасли, перерабатывающие сырье непродовольственного аграрного комплекса. То есть структура легкой промышленности определялась специализацией развитием сельского хозяйства республики. 36,5% волового продукта всей промышленности приходилось на долю этих отраслей. Факторами размещения отраслей являются благоприятное экономико-географическое и транспортное положение, сырьевой и потребительский. Легкая промышленность была и остается одним из приоритетных отраслей экономики. Но на сегодняшний день она представлена тремя основными отраслями – текстильной, швейной, кожевинно-меховой. Одной из самых значимых традиционно является швейная промышленность. Текстильная промышленность объединяет отрасли легкой промышленности, занятых переработкой растительных, животных, искусственных и синтетических волокон. Размещение предприятий по первичной обработке сырья тяготеет к местам его производства. Основу комплекса шерсти перерабатывающей промышленности составляет овцеводство, дающее сырье для предприятий. В 1968 году появилась первая фабрика по первичной переработке шерсти в городе Токмок. С 1993 года в Иссыкульской и Нарынской областях действуют мелкие и средние предприятия этого направления. Одним из крупных предприятий являлся Фрунзенский комвольно-суконный комбинат. Комбинат путем добавления синтетического волокна производил костюмные и плотяные ткани, драб, одеяло, шерстяную пряжу высокого качества. Одними из перспективных в отрасли являются предприятия по производству ковров. Самое крупное из них было в Карабалте. На сегодняшний день ковроткачеством заняты мелкие предприятия. На юге Кыргызстана шелководство развивается с древних времен. Промышленные масштабы шелкоперерабатывающая промышленность приобрела с 1949 года. В городе Ош после освоения полного производственного цикла от получения кокона до выпуска шелковых тканей. В связи с развитием хлопководства на юге Кыргызстана были построены заводы по переработке хлопка. Полный комплекс Ошского хлопчатобумажного комбината был введен в действие в 1975 году. Бишкекская хлопкопредельная фабрика поставляла пряжу для трикотажных предприятий. Трикотажную промышленность представляло акционерное общество Илбирс. Оно специализировалось на выпуске бельевого и верхнего трикотажа с добавлением шерсти, хлопчатобумажного волокна и синтетической пряжи. На базе переработки шкур в республике развита кожевенная, обувная и овчинно-меховая промышленности. Крупные и малые предприятия, которые специализируются в этой отрасли, размещены на всей территории республики. Продукция пользуется спросом в России, Турции, Иране, Пакистане и других зарубежных странах. Легкая промышленность имеет высокий экспортный потенциал и важную социальную значимость для республики, обеспечивает большую занятость населения. В этой отрасли работают около 3% населения страны. Для ее развития необходимо восстановить полный цикл промышленного производства, начиная от переработки хлопка и шерсти до выпуска готовой продукции. На сегодняшний день основными импортерами тканей, фурнитуры и иных видов промежуточного продукта Кыргызстана являются Китай и Турция. Для увеличения объемов производства и экспорта продукции легкой промышленности, создания новых рабочих мест, важно решить множество задач. Государству необходимо оказывать поддержку важной социально-экономической отрасли производства. Принята дорожная карта по вступлению Кыргызстана в Таможенный союз, уже позволит расширить рынок сбыта продукции. Республика обладает благоприятными климатическими условиями для выращивания хлопка, разведения овец и производства коконов, что обуславливает необходимость проведения модернизации имеющейся производственной базы и технологий по их обработке с улучшением качества продукции и повышения конкурентноспособности готовой текстильной продукции. На основе переработки сельскохозяйственного сырья, получаемого от животноводства и земледелия, в Кыргызстане развивается и пищевая промышленность. Она состоит из ряда специализированных комплексов. Животноводство в сельском хозяйстве является приоритетным в развитии, поэтому мясная и молочная промышленность Кыргызстана наиболее значимы для экономики республики. Размещение предприятий пищевой промышленности связано с потребителем, поэтому крупные мясокомбинаты создавались в городах. До 90-х годов производство мяса и мясных продуктов увеличивалось, а затем произошел спад, и только благодаря возрождению животноводческой отрасли и внедрению новых технологий в производстве, на сегодняшний день кыргызстанцы получили изобилие мясных продуктов. В основном изготовлением мясных продуктов занимаются малые предприятия, использующие мировой опыт производства. Основу АПК составляет крупный рогатый скот молочно-мясного направления. Экономически эффективным является размещение перерабатывающих предприятий на месте производства молока, поэтому предприятия сосредоточены в сельских населенных пунктах. Крупные же молочные комбинаты, производящие разнообразную продукцию, размещены в городах. Однако Кыргызстан не обеспечивает полностью потребности населения в молочных продуктах. Так, например, приготовление продуктов детского питания требует использования специальных технологий и оборудования, которого еще недостаточно для выпуска достаточного объема продукции. Зерноперерабатывающая промышленность использует зерно, производимое в республике и привозимое извне. Налажено производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. В каждом городе есть хлебокомбинаты и заводы. В ПГТ и селах – хлебопекарни и мини-заводы. Кыргызстан богат урожаями фруктов, ягод и овощей. С учетом сезонности сбора урожая, заводы и комбинаты имеют специфику работы. Строятся предприятия в основном в сельских населенных пунктах, но в городах располагаются крупные комбинаты, которые помимо перерабатывающих цехов снабжены оборудованными хранилищами. Это позволяет вести работы круглогодично. Сахаросвекольный агропромышленный комплекс начал свое развитие еще в 1929 году. Первый сахарный завод был построен в 1932 году в селе Кант. Впоследствии были построены Карабалтинский сахарный комбинат и сахарные заводы. После прекращения выращивания сахарной свеклы, отдельные заводы были вынуждены перейти на производство другой пищевой продукции или использовать в производстве привозное сырье – сахарный тростник. В настоящее время возобновилось выращивание сахарной свеклы, и многие предприятия возобновили производство сахара. Основу табачной промышленности в Кыргызстане составляет табаководство. Одним из основных предприятий табачного АПК являются заводы по ферментации табачного листа. Большую часть табачного листа выращивали в Таласской долине, где наиболее благоприятные агроклиматические условия для этой культуры. Малые площади существующих перерабатывающих заводов позволяли перерабатывать лишь 3% полученного сырья. Остальное сырье экспортировалось, что приводило к экономическим потерям. Предусматривается строительство сигаретных фабрик с участием иностранных инвесторов. Для поддержания здоровья каждый человек за год должен потреблять минимум 12 кг рыбы. Чтобы это стало возможно для кыргызстанцев, необходимо расширять рыбное хозяйство. В Иссыкульской области существует рыбный комбинат, образованы частные рыбные хозяйства. Но эта отрасль нуждается не только в расширении мощностей, но и в научном подходе к рыбоводству. Кыргызстан участвует в международном проекте и под руководством ученых Финляндии внедряет современные методы их теологии для развития рыбной отрасли. Подведем итог. В Кыргызстане еще много проблем, которые необходимо решать в ближайшее время. Развитие промышленности в Кыргызской республике должно носить устойчивый характер, так как это основа социально-экономического развития страны. А теперь, ребята, выполним задание. Ответим на вопросы. При размещении химического предприятия какие факторы следует учесть? Удаление от крупных населенных пунктов, городов, наличие местного минерального и органического сырья, достаточное количество трудовых ресурсов. Все три фактора необходимо учитывать. Первый уменьшит экологическую нагрузку на город. Второй удешевит продукцию химического производства. Третий фактор предполагает занятость большого количества специалистов на предприятиях. Наиболее перспективной отраслью химической промышленности является производство пластиковых изделий, производство минеральных удобрений, производство мебели. Перспективно производство минеральных удобрений. В условиях рыночной экономики целесообразно расширение географии предприятий строительной промышленности крупных, средних или мелких. Развитие малых и средних предприятий выгодно уже потому, что они способны к быстрым изменениям требований рынка. Производство бумаги и картона в Кыргызстане осуществляется за счет химической переработки древесины, вторичной переработки сырья или использования отходов сельскохозяйственного производства. В производстве бумаги и картона используется вторичное сырье. Мы с вами можем принять участие в сохранении природы родного края, просто сдавая макулатуру. Развивая промышленность, важно сохранять природные богатства нашей страны. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok